Ну что ж, приветствую всех братья. Выписали из больнички. Состояние идет немного на улучшение. Да, в средней форме сейчас проходит, но уже немного лучше. Ну а мы начинаем. Дерек Брансон против Дарина Тила. И давайте начнем со статистики. Дерек Брансон. 30 боев, 23 победы, 12 нокаутом, 7 решениям, 4 самым. 7 поражений, 5 нокаутом, 2 решения. Из оппозиции. Холланд, Шахбазян, Исраэля Десания. Исраэля Десания просто разорвал. Холланда прошел на удивление многих. Ну там и от Холланд даже дали большего в рэплинге, как бы не подпускать на дистанцию, разбивать Брансона и нокаутировать в первых раундах, что можно сказать. Шахбазяном был реально такой, ну действительно, апсетик. Но, как показал потом Мэтт Хермансон, Шахбазян это не тот уровень. Дарин Тилл. 21 бой, 18 побед, 10 нокаутом, 6 решениям, 2 самбом. 3 поражения, 1 нокаутом, 1 решением, 1 самбом. Роберт Уитакер, где он проиграл последнему, в принципе, в довольно конкурентном поединке. И, наверное, Дарин Тилл дал Уитакеру один из самых конкурентных поединок, нежели брать последний его поединок с тем же Кэллоуином Гастеллома. Кстати, Кэллоуин Гастеллома, Дарин Тилл прошел, прошел, да. И я считаю, что здесь он идет фаворитом по праву. Да, Дерек Брансон может подключить свое одеяло, подзалеживать. Но Тила прекрасное чувство дистанции, он может не подпускать на опасную для себя дистанцию, где Дерек Брансон, естественно, пойдет за тегдауном, да. Здесь вопрос лишь в том, чтобы Тилл грамотно распорядил все свои силы на данное противостояние и все у него получится с Дереком Брансоном. Дереком Брансоном пройти ему по силам. Ну, реально, если обсуждать в соотношениях, кто кому бы дал, я бы 65 дал на 35 в пользу Тила. Потому что Тилл все же, как по мне, более думающий боец, да, в UFC. И благодаря своим навыкам он вполне может разобрать в одну калиточку удары на Тила, тем более то, что он разобрал Гастеллума, да. А Гастеллум это тоже может залежать не хуже того же Дерека Брансона. Поэтому, братья, исходя из всего этого, вопрос лишь в том, что будет получаться у Брансона, что будет получаться у Тила. Я думаю, что у Тила шансы довольно побольше здесь на самом деле, да. И побольше они объективны, потому что у Уитакера было непросто с Дереном Тиллом. Того же он Гастеллума прошел, да. И мне кажется, все-таки калибра Дерен Тилл повыше будет боец, нежели Дерек Брансона. Поэтому моя победа чистая победа Дерена Тила. Вот. Но кто, если сомневается, решает то, что одеяло Дерека Брансона за, решает в этом поединке. Я думаю, мнения и такие будут, да, после апсетиков некоторых. Пожалуйста, берите. Третий раунд начнется, да. Ков 1.67, точно такой же. 1.68, прошу прощения. Точно такой же, который дают и на победу Тила. В принципе, Тила он не финиширует. Вот. И еще такая ставка, как железка. То, что Дерен Тилл в принципе не проиграет в этом поединке досрочно. Это, ну, прям уверенно. Я не знаю, что должен сделать Брансона, чтобы Тилл здесь проиграл досрочно. Держалка отличная. Нас сам поймать очень-очень маловероятно. От Брансона это больше как одеяло действует все, да. Что ж, вот такое мнение у меня было, братья, по данному поединку. Выделите свои мнения в комментариях. Очень приятно и радостно было бы вас услышать. Ну, и будем прощаться. До новых встреч, до новых прогнозов. Не забудьте также поддержать пальцем вверх.